Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И если раньше достаточно много людей В общественном транспорте ехали в масках То сегодня их не было практически вообще Много ли было народу в транспорте? Конечно, автобус был битком Как в обычный день до коронавируса Если бы не точечные люди в масках Вообще бы разницы никакой не было Такое ощущение, что не было бы ничего Любовь Апарина с нами на связи Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области Любовь Валерьевна, добрый день Добрый день Простите, пожалуйста, у нас к вам Вот какой вопрос Можете ли вы растолковать нам То постановление, которое Издало наше правительство региональное 11 мая Постановление 225-п В котором есть Пункт 171 Который гласит, что граждане В обязательном порядке Должны соблюдать дистанцию Не менее полутора метров И использовать средства Индивидуальной защиты органов дыхания И перчатки Ну перчатки там При прогулках с детьми до 14 лет Насколько я помню Да, вот насколько это мера Обязательна, Любовь Валерьевна Это все-таки Строго должно соблюдаться Или пока рекомендательный характер носит Ну, если губернатор Принял решение И правительство области Написало в обязательном порядке Наверное, так и будем Читать документ В обязательном порядке Носим маски Используем Или респираторы В местах общего пользования И конкретно перечислено Специально дан список Где использование масок Наиболее эпидемиологически Значимо Для ограничения распространения инфекции Что касается перчаток Тут тоже написано прямо Рекомендуется Перчатки Потому что маска Это мера общественной защиты Это В целом позволяет Ограничить распространение Инфекционного заболевания А Перчатки Это мера защиты Конкретно Индивидуального человека Или тех лиц Которые находятся Близко в окружении Так Тогда Давайте все-таки Еще раз толкуем Маска Вы сказали Мера общественной защиты То есть человек Который надевает маску Он не себя этим защищает А защищает других людей Нет Здесь двойная функция Он и себя защищает Но мы всегда подчеркиваем Что чтобы не заболеть самому Нужно использовать комплекс Мер профилактики То есть это в том числе Если мы допустим Перчатки не одели Не используем Потому что это действительно сложно Всегда пользоваться в перчатках То есть это лично гигиена рук Использование антисептика Все это мы возвращаемся К тому О чем начинали говорить По профилактике Это маска Это обязательно Дистанцирование То есть вот этот комплекс Мер Он меня защищает лично Если я вдруг Без клиники Являюсь носителем Коронавирусной инфекции Или у меня появилась Легкая клиника Я пришла например В аптеку Покупить какое-то лекарство Одевая маску Я предупреждаю Заболевание других людей Заражение других людей От себя Вот это двойная функция маски Здесь и респиратора Вот тот пункт Который касается Средств индивидуальной защиты Рук Перчаток Я зачитаю В тот же случаях Прогулок с детьми До 14 лет Это чем вообще обусловлено То есть перчатки Нужно надевать Просто на прогулки Или коляску держать В перчатках Или что Зачем Да Здесь приходится Очень часто Как бы пользоваться Какими-то другими То есть не только ребенка Касаться Но и еще Прикасаться Да И поэтому Здесь чтобы Ну Сейчас очень много Разных рекомендаций Которые касаются Использования Перчаток То есть Запустим Защищать одну руку Ими для Соприкосновения С грязными предметами Но потом Когда мы опять же Запустим ребенка То естественно Мы руку Должны освободить И чистой рукой Но условно говоря Если там Малыш запачкался На детской площадке Вы хотите ему Носовым платком Или салфеткой Протереть лицо Да Вы снимаете Вот эту грязную перчатку Которую вы трогали Какие-то посторонние предметы И чистой рукой Это делаете Качели эти же Например Качелики Вертушки Или еще что-то Где идет Много людей Соприкасалось Лучше здесь Использовать перчатки Это ведь тоже Использовать характер Да Любовь Валерьевна А тогда такой вопрос Тогда такой вопрос А если у меня С собой санитайзер Ну вот какой-то Антисептик для рук Например Обязательны ли перчатки Или можно Без перчаток Это делать Ну то есть Вместо того Чтобы носить перчатки Просто постоянно Руки чем-то смазывать Антисептическим Ну это тоже Как мера эффективная Здесь только единственное Что Надо обращать внимание Что не каждый Препарат Он имеет Вирулицидный эффект То есть не каждый Препарат Который мы используем Для рук Тем более Который как Косметические средства Продается Он будет эффективен Для отношения вируса То есть Просто руки Чем-то там Побрызгать Это будет Недостаточно Считается Считается даже Что Если есть Возможность Помыть руки Например Когда мы входим В большие торговые центры Там обязательно Бывают у нас Санитарные комнаты Где можно Помыть руки Вот это будет Более эффективно Если мы Используем Средства Без спирта Не содержащие То есть мылом Нет Вот мы когда Для обработки рук Берем Вот салфетки Например Влажные Они не содержат спирта Они в отношении вирусов Неэффективны Они просто Механическую грязь Снимают у нас рук Или там Допустим Каких-то предметов Которыми Мы обрабатываем Этими салфетками Вот А мытье рук В этом плане Будет эффективнее А если мы берем Препарат Который Обрабатываем руки Уже спирт содержащий Он будет эффективен Но вот смотрите Чтобы добиться эффекта Очень часто К инструкциям написано Что 30 секунд Вот должно быть Время обработки То есть Имеем ли мы возможность Вот Открывая двери Там где-то Беремся за поручень И так далее Каждый раз 30 секунд Обрабатывать руки После каждого Такого движения Да То есть надо Вот рассмотреть Что где когда удобно Если я иду в магазин Удобнее Деть перчатки Потому что мы там Очень много предметов берем И опять же Значит Мы можем В сумку занести Там с чем-то Там В карман Кошелек берем Карту банковскую И так далее То есть здесь Перчатки будут удобнее Нужно ли перчатки После магазина Выбросить сразу? Вот Конечно Это одноразовое Любовь Валерьевна Не кажется ли вам Что возможно Роспотребнадзору Совместно с правительством Следовало бы выпустить Какие-то рекомендации Которые бы Висели в общественных местах По тому Как нужно носить Средства защиты Если это маски То они должны Быть использованы Один раз В течение Какого-то времени Потому что Даже вот в общественном транспорте Я смотрю Как люди Носят маски У кого-то Она сдвинута Только на рот То есть Открыт нос Видимо Потому что Дышать тяжело У кого-то Висит Вообще На ухе Да У кого-то На подбородке Кто-то ее постоянно Трогает руками И нигде Ни в автобусах Ни на остановках Нет нигде Никаких рекомендаций Как людям Пользоваться тем Что вот у нас Приписано В обязательном порядке Губернаторам Ну на самом деле Рекомендации Как использовать маски Их очень много И их Шли они Из средств Масовой информации И Значит Вот в интернете Можно найти Ну понятно Что сейчас на каждой Извините меня Остановку Как вы говорите На каждый автобус Это нужно печатать Нужно специально Иметь Финансовые средства Чтобы выпустить Такую продукцию Это действительно Только региональный бюджет Может Выполнить такое Но это вы правильно Я с вами согласна Доводить постоянно Для граждан И объяснять людям Вот значимость У нас Вот этих Именно Светзащиты Это конечно Нужно сейчас Особенно сделать Когда мы Сняли Какие-то Определенные Ограничительные Мероприятия И действительно Жизнь мы Не можем Остановить Она все равно Должна продолжаться И поэтому Вот эта мера Она сейчас Позволит нам Не допустить Всплеска В период Вот этого Первого этапа Снятия ограничений Всплеска заболеваемости Ну Даже если брать В автобусах То ведь Не нужно Каких-то Больших средств Чтобы хотя бы Распечатать Попросить перевозчиков Распечатать Таблички Листочки В которых бы Говорилось о том Что носить маски Нужно обязательно Это ведь не требует Каких-то затрат Из регионального бюджета Конечно Конечно Ну Это Чисто Изъявление Воли Каждого Перевозчика Но вы можете Им какие-то Рекомендации дать Просто обзвонить И сказать Ребят Вы можете Сделать вот это Ну или на уровне Муниципалитета Ну у нас У нас И были сделаны Такие предложения Уже в адрес Всего транспорта Отдавались Предложения И по дезинфекции И по использованию масочного режима И не только в виде предложения Но и в виде предписания Они их не выполняют Да Любовь Валерьевна Еще такой вопрос Скажите пожалуйста Все-таки Я так понимаю Что Ну как бы Обеспечить масками Всех там Жителей города Кирова Бюджет наш Естественно Не в состоянии То есть маски Люди приобретают сами Те кто хочет себя защитить Вот есть разница Между медицинскими масками И теми масками Которые люди Сами шьют Или самошитые где-то там покупают В ателье С точки зрения Там степени защиты То есть медицинская маска Лучше Или любая маска Это хорошо Медицинская маска Лучше защищает Меня как Самого себя Защищает лучше То есть вас Как пользователя От вируса Защищает лучше Маска Медицинская От вирусов Защищает лучше Чем самошита Но в любом случае Я еще раз повторяю Что это в любом случае Это какой-то определенный фильтр И в принципе Значит он единый Должна полностью Облегать нос Рот Чтобы не было Каких-то промежутков Ну и понятно Если это мы сами Ее изготавливаем Из каких-то Подручных средств То давать возможность Дышать То есть не Такие Используют тканевые Материалы Которые Обеспечивают Нормальное дыхание Любовь Валерьевна Как проницаемость Всегда для нас Критерии Это четырехслойная Марлевая Повязка Вот такая маска Еще вот такой момент То, о чем я говорила В начале эфира Анне Ехала сегодня В общественном транспорте И количество людей Которые носят маски После вот Вчерашнего дня После того Как сняты были Ряд ограничений Оно существенно Уменьшилось Ну то есть Это прям видно Невооруженным глазом Людей, которые стоят На остановке без масок Людей, которые В общественном транспорте Без масок Нет ли опасений Что это может Привести к новому Витку Ну у нас сейчас Все-таки Ситуация стабилизировалась Достаточно За последние Карантинные все дни Мы пока Не даем прогноз На увеличение Заболеваемости Если все-таки Будет какая-то Тенденция Негативная Мы соответствующие Будем давать Предложения Ну Часть населения Это небольшая Несущественная Часть населения Все-таки У нас Из числа Заболевших Указывала На Использование Общественным транспортом Поэтому Конечно Это Место Где Реализация Заражения Очень Как бы Имеет Высокую степень Возможности Чаще всего Конечно Заражение Происходит В бытовых Домашних Условиях Все-таки Мы не скажем Что вот Все Это Общественный Транспорт Магазины У нас Нет У нас Такого Нет Примером Для этого Можем Что привести Например У нас Нет Ни одного Случа Заболевания Кондуктора Понятно Люди Ездят Транспорт И контакты Очень Высокие Но Ни один Кондуктор У нас Не заболел У нас Крайне Редко Заболевания Они не связаны Это В сфере Услуг Нет Такой Массовой Заболеваемости Среди Работников Которые Непосредственно Контактируют С населением Все-таки Это домашние Бытовые очки То есть Это люди Кто-то один Например Был заражен Инфицирован И он Домой В семью Принес Занес Семью И там Произошло Распространение При длительном Тесном контакте Как мы говорим Но дома Это ведь маски Никто не носит Вот в чем дело От членов Той семьи Никто Там Масками Не защищается Зачем тогда Эти рекомендации По ношению Масок В общественных Местах По домашней Кстати По семье Такие рекомендации Тоже Дают Медицинские Работники Дают С семьи Такие рекомендации Если бы они Использовались Вот эти рекомендации В домашних условиях Бы тоже не было Такого распространения То есть Это изоляция В одной комнате Это использование Масок Особенно защита Когда идут Маленькие дети Бременные Пожилые Но другие группы Обязательно Это используется И в домашних условиях А такой момент Тогда Если Вот эта вот Сфера услуг Она потенциально Не опасна Потому что Нет какого-то Большого Продолжительного Длительного Контакта Между людьми Почему тогда До последнего У нас предприятия Сфера услуг Откладывается И откладывается По открытию Нет Я имею ввиду Сферу услуг Я сюда и торговлю включила А Продовольственная розница А что касается Непосредственно Ну продовольственными Подовольственными товарами Не имеет значения А что касается Допустим Центров здоровья Там Красоты Парикмахерские И так далее Здесь все равно Длительный контакт И он очень близкий И маски там Практически Очень сложно использовать Пока Посмотрим Как дальше Будут развиваться Ситуации И тоже Не сразу Тоже очень Дистанцированно Будут Водиться На третьем этапе У нас снять ограничения Уже будут Подключаться И эти Пока вот Магазины Пока магазины И то ведь там Смотрите Вот это Дистанцирование Оно может быть даже Более значимо Чем маска Вот С нашей точки Эпидемиологической То есть Вот этот разрыв Между людьми И даже если Мы на улице Идем в толпе Мы маску одеваем Потому что Мы не можем Дистанцию соблюдать Да Или в общественном транспорте Мы должны одеть маску Потому что Здесь дистанция Невозможна А так Социальное дистанцирование Даже более эффективно Чем маска Вы считаете Да Любовь Олеговна Если это Не как бы Хорошо Проветриваем Помещение Большие площади Именно проветривание Не просто кондиционер То дистанция Она даст Эффект Ну то есть Во время посещения Магазина Например Выбираете то время Когда там Вы знаете Что не так много народу То есть там Вечером После рабочего дня В магазин Лучше не ходить Например Да В продовольственный Я имею ввиду Конечно Такой момент Слушатели Вот интересуются Возможно Обсуждали Вы это На оперативном штабе Как-то Будут ли эти маски Выдавать Потому что Стоят они сейчас Не дешево То есть упаковка Из пяти масок Стоимость доходит До двухсот рублей Да Если Это обязательно Ношение Будут ли Хотя бы Каким-то категориям Возможно Предоставляться Они бесплатно Ну Только работникам Работодателю Выдают А так Население Население Сами Да Еще Любовь Валерьевна Такой вопрос Скажите Пожалуйста А вы как-то Будете контролировать Соблюдение Вот этого Масочного режима Вы Я имею ввиду Роспотребнадзор В магазинах Там Да Вот Ну В тех же Продовольственных Непродовольственных То есть Может ли сотрудник Роспотребнадзора Зайти в какой-то магазин Торговую точку И чтобы Ну Проверить Там люди находятся В масках Или не находятся У нас проверка Осуществляется По объектам Объекты Проверяются И Проверяются Эти вопросы Но Там Будет речь идти Не о Пунктах Которые По постановлению Потому что Если вы Внимательно читали Работодателю Тоже здесь Рекомендовано Ой Работодателю Извиняюсь Организации Тоже носят Рекомендательный характер Обеспечить Посещение Своего Своих Помещений В масках Населением Поэтому у нас При проверках Мы Именно Юридическое лицо Или индивидуального Предпринимателя Проверяем Как он Организовал Свою деятельность И как он Защищает Своих сотрудников На рабочем месте То есть Вы будете Проверять Сотрудники В масках Или нет А с точки зрения Там покупателей Или получателей Услуг Эта мера Все-таки Рекомендованная Да Она Вот мы Смотрите Мы идем проверять Например Скажем Как вы говорите Магазин Или аптеку Вот Постановление Правительства Написано Заведующей аптеки Или директору Магазина Рекомендовать Им написано Постановление Правительства Пишет То есть Постановление Правительства Не обязывает На сегодняшний день Директора Магазина Пускать Посетителей Только в маски Но граждан Обязывает Носить маски При этом Но мы проверяем Магазины Не граждане Понятно. То есть магазин отказать покупателю без маски права не имеет. Совершенно верно. Благодарим. Любовь Апарина с нами была на связи. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Сейчас полиция будет у нас на связи, мы спросим их. Ну слушай, правительство, мне кажется, в очередной раз выпустило у нас потрясающее постановление, пункты которого противоречат друг другу. Вот слушатели уже пишут, что так как маски выдавать не планируют, получается, что поездка в транспорте будет обходиться примерно в 56 рублей. То есть 26 рублей проезд и даже больше получается. И 30 рублей маска. Ну да, 30 рублей маска, в лучшем случае 30 рублей. Я знаю, где можно купить за 30 рублей маску. Получается в одну сторону 56 рублей. Можно доплатить еще немного и, наверное, ехать на такси. Но в такси, кстати, тоже согласно этому постановлению, нужно ехать в маски. Поэтому к стоимости такси стоимость маски тоже добавляйте. Так, с нами на связи, насколько я понимаю, Алексей Ливанов, начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области. Алексей Витальевич, добрый день. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это постановление 225-П, постановление правительства нашего областного, оно в работу полиции вносит какие-то дополнительные функции по контролю за тем, как граждане соблюдают масочно-перчаточный режим или нет? Ну, каких-то изменений в деятельность полиции это не вносит. То есть органы внутренних дел реагируют на поступающие сообщения, обращения, а также на выявление нарушений инициативного в ходе патрулирования, внесения службы на улицах нашего города. Так, скажите, пожалуйста, если сотрудники патрульной службы видят человека, который заходит в магазин, например, или в аптеку без маски, или выходит оттуда без маски, они с ним проводят какую-то работу? То есть я так понимаю, что раз пока это все рекомендации, то никаких штрафов там... Так, в смысле? Подождите, как рекомендации? Не должно быть. Если в правительстве написано «Гражданам в обязательном порядке», это не рекомендация. Это все-таки рекомендация или обязанность граждан ходить в масках? Здесь, если мы говорим о пункте 171, ДОТО «Гражданам в обязательном порядке» рекомендуется соблюдать дистанцию социальную не менее полутора метров и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, маски, респираторы в определенных местах, которые здесь обозначены, в том числе объекты розничной торговли. Это обязательность. Здесь уже возникает основание для решения опроса о привлечении к административной ответственности. Но прежде всего сотрудники полиции, конечно, будут проводить соответствующие разъяснительные работы и беседы. Если гражданин исправится и наденет маски, то меры, может быть, административного действия и нецелесообразно здесь применять. А как он исправится, если у него маски с собой нет в этот момент? То есть, если он не достал из сумки маску и не надел ее быстренько? Можно ограничиваться первоначально предупреждением. То есть, в каждом случае нужно подходить и не вызывая с учетом всех обстоятельств дела. То есть, если человек говорит, ой, простите, пожалуйста, я забыл, она у меня с собой, или просто забыл или нет у меня сейчас ее, но я обязательно куплю, то его пожурят и отпустят, что называется. Скорее всего, может быть, да. А если он скажет, я принципиально не ношу маску, отойдите от меня, то в этом случае... То есть, основания для привлечения к административной ответственности в данном случае они имеются. А какая именно административная ответственность? Какие там санкции предусмотрены? Здесь мы, скорее всего, будем рассматривать вопрос о привлечении к административной ответственности, которая установлена в статье 20.6.1. Она предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Данный режим повышенной готовности на территории Кировской области введен указом губернатора Кировской области 17 марта. И этот режим, как раз он предусматривает определенные ограничения как для организации, так и для граждан. Определенные обязанности. То есть, если обязанности эти не соблюдаются, то мы имеем право уже составить административный протокол, который будет направлен для рассмотрения в районный суд. Но там какой-то штраф может быть или что? Да, предусмотрены у нас различные меры воздействия. Для граждан это у нас предупреждение или административный штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. С ума сойти. Да, для сведения по состоянию на сегодняшнее число в отношении граждан Кировской области составлено 645 административных протоколов по данной статье за различные нарушения ограничительных мероприятий. Из них судом рассмотрено уже 169. Назначены различные меры наказания. А нет у вас статистики, что обычно суд назначает, предупреждает или штраф какой-то минус? Есть предупреждения, есть и штрафы. То есть тоже суд приходит уже рассматривая с учетом всех обстоятельств конкретного дела личности нарушителей. А много ли штрафов все-таки? В общем, где-то на 32 тысячи рублей уже штрафов наложено. Ну, это не очень много. По-божески, по-божески суды относятся. Это не очень много. Ну, да, вот слушайте, Алексей Витальевич, а у меня такой вопрос. Мы сейчас задавали его Роспотребнадзору, да, в Кирове в обязательном порядке вводится масочный режим, но при этом маски людям не выдаются. То есть фактически мы, введя этот режим, людей ввергаем в дополнительные расходы, получается. Ну, то есть если они сами у себя дома не могут пошить себе эту ватно-марлевую повязку, чем у нас в школе учили в свое время, да, то они вынуждены эти маски покупать. И если, значит, получается такая безвыходная ситуация, то есть либо ты тратишься на маски, либо ты тратишься на штрафы. Ну, я здесь не могу комментировать здесь вот эту ситуацию, но вот как гражданин я скажу, что все-таки я заботюсь о своем здоровье, здоровье, значит, других людей все-таки, да, есть смысл, я думаю, потратиться на маску, приобрести перчатки одноразовые, антисептики, и все-таки использовать эти средства, да, чтобы не подвигать риску заражения ни себе, ни других. То есть все знательно. Гражданская оппозиция, да, гражданский долг определенный, я думаю, это нормально. Да, а вы вот в частном порядке, если вы не как сотрудник, а в частном порядке идете в магазин, видите, например, каких-то соседей ваших там по дому, да, без маски, просто знакомых, вы какую-то работу с ними проводите профилактическую? Ну, если я увижу таких соседей, конечно, в доброжелательном скандак разговоре, да, то есть порекомендую все-таки использовать эти средства индивидуальной защиты. Я лично, когда я иду в магазин за продуктом, обязательно использую маску и перчатку, и есть у меня средства антисептические, которым после посещения магазина обрабатываю руки, то есть поверхности там в этой же машине. Ну, просто это вот как гражданин, я это стараюсь использовать обязательно. Это гражданская позиция. Благодарим Алексея Ливанова, начальника отдела организации применения административного законодательства МВД России по Кировской области. Спасибо большое. На рекламу нам, наверное. Да, сейчас на рекламу и вернемся. Дарья Топозлеева, Анна Лапшина. В студии говорим об обязательно рекомендательном масочно-перчаточном режиме, который в Кировской области введен. Я, честно говоря, вот поговорив с полицией и представителями Роспотребнадзора, так и не поняла все-таки это рекомендация или обязанность. Ну, так давай так и будем называть обязательно рекомендательным. Потому что я сегодня заходила с утра в аптеку. В аптеке висит объявление, действительно, да, о том, что вот с 12 мая рекомендовано обязательно находиться в масках, но при этом я зашла в аптеку без маски, сотрудник был в маске, я спросила, вы меня обслужите, да, вот несмотря на то, что я без маски, мы вас обслужим. Я говорю, то есть вы не выгоняете покупателей без маски, нет. То есть это возможно. Вчера мужа у меня не пустили в магазин без маски. В продуктовый? Нет, не в продуктовый, за носками он зашел, не знаю, с текстильной или что-то. Да, да, вот, но маску можно было приобрести в этом магазине. То есть люди подстраховались, они не пускают без масок. То есть они не пускают человека без маски, который, может быть, хочет купить маску? Нет, ну то есть если у тебя нет маски, ты можешь купить ее у нас. А, на входе. На входе, да. На входе, очень интересно. Можно использовать как дополнительный источник заработка. Но я, кстати говоря, это не единственный магазин, я в строительных магазинах тоже самое видела. Да, бывало такое. И, в общем, у меня, вот, конечно, есть ощущение, что в Кирове все менее строго, чем в Москве. Потому что мои знакомые московские вчера, например, написали о том, что не могут купить перчатки, потому что нет перчаток, чтобы пойти за перчатками. Это очень сложно. Это квест, да. Это очень сложно. Ну, потому что ты не можешь зайти в магазин, если у тебя нет перчаток, то при этом у тебя их просто нет. И ты даже их купить не можешь зайти. Там уже, конечно, советов надавали из разряда, там, да, купить краску для волос, оттуда вытащить эти перчаточки, заказать что-то в садовом магазине. Ну, подожди, чтобы купить краску для волос, тоже нужно разжиться перчатками. Да. Слушатель у нас на связи, насколько я понимаю. Добрый день. Добрый. Добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Денис. Денис, да, Денис. Как вы относитесь к ведению на территории Кировской области обязательно рекомендательного масочно-перчаточного режима? Вы соблюдаете его? Лично я соблюдаю, но соблюдаю почему-то его за свой счет. Так, что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что во время пандемии коронавируса во многих бюджетных организациях идут ремонтные работы. Так. То есть, если сотрудникам персоналу никому маски не выдаются. Как это? А люди даже боятся попросить их, то есть, знают, что идет безработица и стесняются это сделать. То есть, люди... Подождите, я думала, что бюджетников всех обеспечили масками в обязательном порядке. Это не так? Нет, нет. Может быть, администрация обеспечена, какие-то организации мои документы обеспечены, возможно. А какие организации? Если двери закрыты, кто в организацию может пройти? А, все понятно. То есть, вы, раз не работаете, ну, де юр не работаете, там временно закрыты, да, то вам и маски не положены. Вы об этом говорите, да? Да, конечно. Возможно, может, по документам они есть, но фактически-то их нет. Угу. Еще у меня такой, Денис, скажите, пожалуйста, вопрос. А вы сказали, что вы соблюдаете, но соблюдаете за свой счет. Вы маски приобретаете в аптеках, медицинские маски, или вы как-то по-другому выходите из ситуации? Раньше приобретал по старой цене, но когда увидел новую цену, я был просто в шоке, что маска стоит себестоимость буханки хлеба. И как там у вас в эфире сейчас недавно сказал мужчина, что я ради своего здоровья за свои денежки буду покупать, но если он может, то, ради бога, пусть покупает вот ящиками. Угу. Но люди-то поставлены в какие условия? Зарплаты минимальные. Образно говоря, часов количеством меньше работают, значит, меньше получают. Значит, получается, что они должны одну маску покупать за 32-35 рублей. Но это же вообще дурдом. Сталкивались ли вы с ситуацией, вот вы, что вас там без маски где-то остановили, куда-то не пустили, еще что-то? Нет, такого нет. Такого нет. И в продуктовый... Нет, нет, я думаю, что, к сожалению, все это я считаю, что на нашем местном уровне все это лицемерие. Потому что кто-то на этом зарабатывает. Нам власть обещала, что во время пандемии маска будет стоить с пилиэкрана, что говорили с федеральными, 12-14 рублей. Выясняется-то что? Кто-то опять зарабатывает миллиарды. Да, маска стоит не меньше 30 рублей сейчас. И самое то, что интересно, поштучно-то мне, лично мне, я за себя отвечаю, лично мне поштучно-то отказались продавать. Только в упаковке 5 штук. Они ведь не покупают буханку хлеба платком, образно говоря, или ящиком. И ведь буханку хлеба продают одну. Но есть точки торговые... Никакие границы у этого, никакие границы вообще не лезет. Просто есть нормальные руководители, вопросов нет. Они покупают маски своим сотрудникам. Но на бюджетном-то уровне никому ничего не дано. То есть где оно? Вот пусть зададутся вопросом. Где ж маски-то? Может, на бумаге-то они выданы? Понятно, спасибо большое. Спасибо, Денис. Спасибо, Денис. Наш слушатель, 211-101 номер телефона. Пожалуйста, если хотите высказаться, звоните. Слушай, мне кажется, что знаешь, что тут еще есть такая опасность. Это вот дополнит Дениса по поводу стоимости этих масок. Люди будут просто покупать одну маску. Ну, вот купят эту упаковку, да, и весь масочный режим на этой упаковке отходит. А, понятно. То есть, условно говоря, маска будет для того, чтобы зайти в магазин, проехаться в автобусе. То есть не для того, чтобы защитить себя или других людей, а для того, чтобы к тебе не подошли патрульные, не пожурил кондукты. Не выписали штраф. Да. Посадили в троллейбус. Слушатель еще один у нас на связи. Добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда, вы хотите высказаться? Вот, значит, меня удивляет поведение полиции. Они в парках, значит, выслеживают людей гуляющих, хотя там они никого не смогут заразить. А вот в магазине я ни разу не видела. В магазине, например, в аптеке. Вот там надо вылавливать людей. Во-вторых, вот эти рекомендации по маскам должны быть не рекомендательны, а обязательны. И вот там нужно в магазинах вылавливать людей и штрафовать. Если маска спущена, например, ниже носа, тоже штрафовать. А то люди для видимости надевают эту маску и вот так ходят, и заражают людей. Вот, во-вторых, я считаю, что перчатки – это дают ложное представление о безопасности. Я, например, хожу без перчаток, руки все равно грязные, что в перчатках, что без. И, например, ношу одну маску уже два месяца, я ее стираю. Когда приношу из магазина, я ее просушиваю и поэтому обхожусь одной маской. Да, Надежда, а скажите, пожалуйста, вот эта маска, которую вы носите, Надежда? Это медицинская маска. Да, вот это медицинская маска или это какая-то шитая? То есть купленная в аптеке медицинская маска? Да, это медицинская, эти голубые маски. Вы думаете, она по-прежнему защищает вас? А что? Там же плотная ткань. Я вообще, честно говоря, не была уверена, что их можно стирать, эти маски. А почему нельзя? Это же ткань. Если с хозяйственным мылом я ее выстираю, все микробы разрушатся, а потом ее просушить. Эти микробы, эти вирусы не любят сухой воздух. А утюжком там еще сверху пройтись? Ну, пожалуйста, и утюгом, я без утюга обхожусь. Да, Надежда, слушайте, вот вы говорите, что в обязательном порядке надо людей штрафовать, которые заходят в магазин без масок. Да, да, обязательно. Но при этом вы же понимаете, да, что мы людей ввергаем тогда, получается, в дополнительные расходы. То есть если ты не можешь сходить в магазин, не купив перед этим маску за 30 рублей, это плюс. Стирай и носи два месяца чего-то. Во-вторых, вот еще, знаете, у нас есть простая эпидемия гриппа. И когда приходишь в поликлинику, вот всю осень, зиму, полные коридоры забиты людьми, и все сидят без масок. Вот нужно взять за правило, чтобы люди во время эпидемии гриппа все в поликлинику входили в масках. Да не только во время. Это будет обязательным. Не только во время эпидемии. Хорошо, поняли мы вас, Надежда. Спасибо большое. Ну вот два месяца человек носит одну и ту же маску. И так и будет. Вот пишут слушатели нам сейчас, что был в кулинарии, там у продавца уже пух вата торчит. Маски недели как минимум. Так все и будет. Уважаемый Роспотребнадзор и правительство, если вы нас слушаете, вы должны быть готовы к тому, что именно так все и будет происходить. Я вчера, между прочим, пыталась связаться с представителями нескольких наших торговых сетей, чтобы все-таки пояснили они нам, как они относятся к этой истории. И вот при службе торговой сети, система Globus, в частности, все-таки говорят о том, что в отношении граждан этот режим носит пока рекомендательный характер. И в этом случае, например, магазин, который там своих сотрудников, естественно, обеспечил всем необходимым с точки зрения посредства индивидуальной защиты, который обеспечил дезинфекцию торговых помещений и всего, что нужно, там тележки, и там все это проводится чуть ли не каждые два часа. Вот людей, обычных покупателей сейчас, пока это носит рекомендательный характер, нельзя не впустить в торговый зал. То есть человека без маски не впустить в торговый зал, магазин права не имеет. Вот еще одна ремарка по поводу полиции, которая ловит людей в парках. Это, да, действительно очень странно, потому что в парках легко соблюдать вот эту социальную дистанцию. Ну, плюс люди собираются отнюдь не в парках, они собираются во дворах. А во дворах полиции не ловят людей? А во дворах полиция людей не ловит. У меня, например, под окнами вообще какое-то такое чувство, что филиал детского лагеря работает. Подросткового. И там, я не знаю, начиная от трехлеток и заканчивая 16-летними, 17-летними подростками. Огромное количество людей на спортивных площадках, на тренажерах, на детской площадке. Просто безумное количество людей. И они появились не вчера. Они появились тогда, когда потеплело на улице. Когда погода была. Пока полиция ходит по паркам, люди все самоизолируются во дворах. В кавычках. В кавычках. Поэтому я не знаю вообще, насколько все эти меры действенны. И вот я сегодня ехала, когда в автобусе, я поняла, что вот именно сейчас, именно сейчас нужно надевать на себе маску, перчатки и с полки где-то свой войсковой комплект химзащиты пора доставать. Потому что опасно стало сейчас. Не тогда когда-то, когда люди старались лишний раз не заходить в автобус, лишний раз куда-то не ездить. Не тогда, когда индекс самоизоляции был равен единице. Да, как только вот потеплело и все вот мы перешли в эту красную зону. Да, вот у нас пока сейчас вроде бы упало количество выявленных заражений за сутки. Вновь выявляемых случаев. Да, вот сегодня, я смотрю, успеваем еще, да? Минутка еще остается. 13 случаев заражения инфекцией. То есть ни 30, ни 40, ни 50. Выписали за эти же сутки 64 пациента. Но при этом цифры в среднем по России не снижаются уже, сколько, вторую неделю? По 10 тысяч примерно, да, каждой сутки. Это правда. При этом, я думаю, у каждого из нас есть знакомые в столице, которые едут в Кировскую область. Но я надеюсь, что таких знакомых все-таки не у каждого из нас. И те, кто едет из столицы, садятся на карантин. Мы на этом дневной разворот с Дарьей Топузлиевой завершаем. К теме масочно-перчаточного режима мы вернемся, потому что скоро будут снимать еще ограничения. Об этом, во всяком случае, говорилось, да, что мы будем постепенно выходить. И тема с масками и перчатками, думаю, что будет актуальна. Все, дневной разворот закончен. Всем до свидания. Через 20 минут особое мнение. Михаил Ковязин, депутат Гордома.